But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, stay me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored to kill us Всем доброе утро! Мы начинаем день 9 нашего путешествия в кофейне, которая называется Moab Coffee Roasters И взяли здесь вот такой iced latte, потому что на улице очень жарко, сразу же рубрика «Погода дня», а там сейчас 34 градуса 34 градуса, поэтому холодный кофе прямо идет как нельзя лучше Сегодня у нас в планах поехать в национальный парк Arches, конечно, в идеале туда нужно приезжать как можно раньше Потому что хайкать по жаре и по солнцу довольно тяжело Но из-за того, что это один из самых популярных национальных парков, в этом году туда просто так не попасть Помимо того, что нужно заплатить денежку на въезде, также нужно сделать себе бронь на въезд в определенное время Еще за дополнительные 2 доллара у нас сегодня такая бронь на 12 часов К сожалению, мы не смогли взять бронь на более раннее время, потому что все уже было разобрано Поэтому придется довольствоваться тем, что есть Хотя бронировали мы не в последний момент, а планировали это путешествие за несколько месяцев В городе Муап, на самом деле, помимо двух национальных парков, которые здесь рядом, Arches и Condonlands Есть очень много, ну, стоит парков, это парков штата, немножко пониже уровнем И просто обычных, как бы, троп, бесплатных, доступных для всех Мы не будем особо тут на них, как бы, размениваться, потому что у нас пару дней здесь есть Как раз мы эти 2 дня проведем в самих национальных парках Но вообще, если приехать туда побольше, то довольно интересно Походить не только по национальным паркам, но еще и по разным другим достопримечательностям Но мы решили все-таки заехать в один, он называется Lions Park И тут довольно большие велосипедные маршруты, но также можно и прогуляться Вот мы немножко решили пройтись Что интересно, тут есть подход к реке Колорадо, которая течет по каньону В общем, сейчас чуть-чуть прогуляемся, посмотрим Здесь есть такой вот мост в этом парке, но самое интересное, это река Колорадо То есть здесь прям к ней можно вот подойти, посмотреть И она здесь уже широкая, мы ее совсем недавно видели в Rocky Mountains, где она только-только начиналась А здесь она уже довольно большая Я просто купила себе холодный кофе в классной кофейне с утра и радуюсь И хочу поделиться со всеми своей радостью, смотреть, как мне весело Здесь нашли место, где есть подход к воде и можно спустить лодку И вообще, вот то недолгое время, что мы находимся в Муабе Мы заметили, что здесь очень популярна реклама различных туров на лодках Всякие рафтинги, падлборд-туры Также очень много рекламы каких-то туров с арендой джипов, багги Также есть реклама к тайме на лошадях В общем, кажется, что это такое очень популярное туристическое место, куда можно приехать И найти себе развлечение на любой вкус Въезжаем в парк, сейчас начну парк Для въезда нужно сюда, в этот парк, три вещи Пас, который у нас есть, America the Beautiful Амайо ID И вот такой вот въездной сертификат, который я купил за 2 доллара с QR-кодом И у нас окно открывается через минуту С 12 до часу мы должны въехать Вот как раз сейчас Через минуту мы подъедем к этому окошку Мы рассчитали идеальное время И нас впустят Швейцарская точность В очереди мы простояли 15 минут Хотя на сайте было написано, что очереди от 15 до 45 минут Кстати, мы сегодня настолько пунктуальны, прям как никогда У нас был въезд в 12 часов И ровно в 12 мы подъехали к въездному окошку Показали все свои документы И в 12.01 уже прошли все этапы контроля И поехали в парк В парке очень жарко И рекомендуется пить как можно больше воды Чтобы не испытывать обезболоживание Поэтому мы сейчас наполним вот эту канистру Здесь как раз удобный кран Рассказ про национальный парк Арчест Записываем из машины Потому что на улице сейчас 39 градусов Очень жарко Итак, Арчест стал национальным парком в 1971 году И по счету он стал 34-м национальным парком в США В год его посещают примерно 1 800 000 человек Хотя парк не очень большой по площади Парк из своего названия Арчест, что переводится как арки Из этого, в общем-то, следует весь контент этого национального парка В нем находится более 2000 природных арок Которые образованы из песчаника Самая известная из них называется Delicate Arch Или изящная арка Хотя у нее есть также другое неофициальное название Называется ковбойские штаны Потому что по форме действительно похоже на ноги в штанах К сожалению, с 1970 года Уже 42 арки разрушились в результате эрозии Сам рельеф местности состоит из монолитных скал Из песчаника В которых образованы такие башенки Которые называются pinnacles Которые выступают над поверхностью Также каменные хребты Гигантские балансирующие камни Которые называются balancing rock В общем, очень интересные виды В этом парке также наибольшая концентрация Вот таких природных, естественных арок Чем где бы то ни было в мире У нас сегодня запланировано много таких точек Оверлуков Немножко троп Почему говорю немножко Потому что сейчас на улице 39 И непонятно, как мы будем в такой жаре существовать Поэтому вот мы сейчас сходим на первую точку Это Park Avenue Viewpoint То есть место, где можно посмотреть вид Вот идем смотреть Музыка Тут у некоторых скал очень интересные названия Например, вот эта вот называется орган Вот следующая небольшая называется ship rock То есть овечья скала А вот эта следующая с тремя такими вот шапочками Называется three gossips То есть три сплетницы Очень забавно Одна из популярных обзорных точек называется the balanced rock В честь вот этого камня Который как бы балансирует на своем основании На такой тоненькой ножке К нему можно подойти чуть поближе Здесь небольшая круговая тропа Всего полкилометра И она довольно популярна Вот здесь много людей хайкает И мы тоже хайкаем Вообще, представьте, как удивительно Что вот эта вот гигантская глыба Стоит на такой тоненькой ножке Когда-то же она упадет, да? Да, я тоже всегда об этом думаю Что вдруг случится какое-нибудь масштабное землетрясение Или, не знаю, молния в него упадет И он упадет И больше не будет такой достопримечательности Как этот balanced rock И придется переписывать все путеводители И карты Только работы людям Да Мы знаем, что некоторые из наших зрителей Когда смотрят видео С вот такими интересными природными достопримечательностями Даже не верят в то, что это все создано природой А не руками человека И давайте тогда обсудим Представить себе, что это действительно творение чьих-то рук Как вы думаете, кто мог это сделать? А. Инопланетяне Б. Масоны В. Американцы, которые подделали приземление на Луну И. Г. Настя с Антоном Перед тем, как снимать вот это видео Или еще Д. Предложить свой вариант в комментариях Да, предложить свой вариант в комментариях Наш следующий хайк На Double Arch Trail Это двойная арка должна быть То есть, когда смотришь через одну Видишь вторую И вообще это, наверное, будет такая первая крупная арка В парке, которую мы увидим Я ее уже на самом деле вижу Но надо подойти к ней поближе Чтобы видеть лучше Сегодня такое палящее солнце Что помимо кепок и кремов Которые мы обильно намазали На свои открытые части тела Мы еще носим вот такие вот штуки на шею Типа банданы Потому что иначе шея сгорит просто моментально И мы, кстати, тут видим очень много людей Кто уже либо подгорел Либо откровенно сгорел Хотя это только самое начало парка То есть люди буквально там За первые полчаса-час В парке уже просто красные Как вареные раки КОНЕЦ Главная достопримечательность парка Вот эти двойные арки Вообще эти арки гигантские Просто по размеру По масштабу Так, прошли небольшую тропу До арки Длиной километр Уже вместе туда-обратно За 20 минут с остановочкой Нам надо пофотографироваться Сейчас пойдем обратно в машине Чтобы попить И посидеть немножко в кондиционере 5 минут перед следующей тропой Так, следующая наша тропа Это Windows Trail Это Windows Это как бы арки Через которые можно смотреть Как через окна Да Тут должно быть Как минимум 2 таких окна Может быть даже 3 Ну и вот идем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вообще тут раз в 2000 арок То что мы увидели сейчас 3 или 4 Это пока малая часть парка Это северная арка Северное окно Субтитры сделал DimaTorzok Так, закончили тропу Примерно 1,3 километра За 35 минут С парочкой остановок На фотографии И посидеть Подаркой Подарками, кстати, очень классно Там дует такой сильный ветер Там сильно прохладнее, чем Везде по тропе В общем, такое натуральное кондиционирование Поэтому там все сидят и отдыхают И тенечек И тенечек, да Как всегда при въезде в национальный парк Дают карту И еще бывает какая-то дополнительная информация Вот такая брошюра в виде газетки Карта такая более общая информация Где просто обозначены все обзорные точки И тропы Где есть туалеты Где есть столики для пикника А вот в этой дополнительной брошюре Уже есть более подробная информация Про то, какие здесь есть тропы Сколько они занимают по расстоянию Сколько примерно времени нужно на них заложить Сколько перепад высот И бывает вот такое коротенькое описание Что в них хорошего Очень удобно, что тропы разделены на легкие Средние и трудные Тут можно оценивать свои силы И планировать свою подширку А также здесь есть прям советы Что вы можете успеть сделать в парке Если у вас есть 2 часа, 3 часа, полдня Очень удобно Вот давайте посмотрим немножко на карту При въезде в парк практически сразу находится Визитер-центр Это где можно купить воды Получить какую-то информацию Охладиться, сходить в туалет Дальше несколько обзорных точек Которые мы уже проехали Потом мы вот здесь повернули направо И вот тут были у нас коротенькие прогулки До Double Arch North Window, South Window и Turret Arch Сейчас мы вернулись обратно на главную дорогу Остановились на панорамной точке Которая так и называется Panorama Point И сейчас поедем вот сюда На это отведение дороги Чтобы здесь тоже сделать небольшую прогулку До Upper Delicate Arch View Point Деликат Arch View Это самая известная арка этого парка К ней можно подойти вплотную Но для этого нужно заложить Как пишут в этой брошюре 2-3 часа как минимум И не советуют идти на эту тропу Посреди дня летом А сейчас как раз среди дня и лета Потому что там очень жарко И тропа идет на протяжении почти 5 километров Туда-обратно Продолжение следует... Так, следующая точка Это у нас Delicate Arch View Point Как Настя сказала Мы не пойдем уже к самой арке Потому что сейчас Ну очень жарко В какой-то момент, кстати, на дороге Машина... Термометр в машине показал 40 Сейчас уже опустилось ниже Там типа 38,5 Но все равно, как понимаете Это супер жарко И на 5-ти километровую тропу Без стенечка, без деревьев Сейчас выходить как бы Очень не рекомендуется Поэтому мы просто сходим На как бы, ну, смотровую площадку Ну, это не совсем площадка Но надо тоже дойти Ну и посмотрим, соответственно Ее как бы сверху эту арку Так что идем на тропу А вот там Та самая знаменитая арка Которая называется Ковбойские штаны Сейчас попробуем Чуть поближе к ней подойти На другую Этому точку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Сама тропа довольно короткая 800 метров Тут подъем 50 метров вверх Что довольно значительно Для такой дистанции Кажется, тяжело идти Вот видно эту арку И, кстати, эта арка Изображена на номерах Юты Вот здесь сейчас Вставлю в фотографию Можете сравнить Так что Людям, кто из этого региона И часто здесь хайкает Приятно увидеть на номерах Юты Свою местную достопримечательность Продолжение следует... Вернулись с тропы Время прохождения у нас заняло 25 минут И по расстоянию получилось 1,25 километра И сейчас будем перекусывать Вот такими готовыми консервированными блюдами У меня рис с курицей и овощами У Антона спагетти с мясными фрикадельками В этом же регионе, Деликат Арч Есть историческая постройка Это называется Вульф Ранч И это место, куда приехал Переселенец Джон Улф Из Агайо Потому что ему сказал доктор, что ему надо найти Место с более сухим климатом Тут уж точно более сухой климат И это все дело было в конце 1800-х годов И он сюда приехал один Точнее, по-моему, сначала с сыном Потом уже сюда приехала его семья И он здесь жил один Среди вот пустыни В таком сухом климате В очень спартанских условиях Вот сейчас покажу Эту постройку Даже сложно представить, как он здесь жил Вообще один без людей в округе Это вот такой сарай у него А это вот сам дом То есть Очень такой Скромное Жилище Внутри просто вот стол Стул И все Больше ничего нет И, в общем Такая вот сохранившаяся постройка Которой, ну, уже больше ста лет Довольно интересно Это место называется Salt Valley Overlook И это, видимо, потому что Здесь такие выступают Разноцветные соли Здесь и зеленого цвета И желтого И красного И просто белое Это, видимо, какие-то Выступающие минералы И вот Спереди хорошо видно Вот здесь вот Зеленый цвет Такой вот На холмах Точка называется Fieri Furnance И туда нельзя сейчас хайкать Просто так Для того, чтобы туда пойти Нужно оформить Специальное разрешение Которое стоит 10 долларов И его надо получить заранее Так как очень ограниченное количество Или за 16 долларов Можно купить Тур, как бы С рейнджером И он тебя туда поведет Внутрь вот этого каньона Тут довольно красивая фотка Была при входе сюда Но мы можем только посмотреть Так как у нас Нет этого разрешения Видимо, надо получать Очень рано утром Чтобы успеть купить А на прогулке с гидом Написано, что Билеты нужно приобретать За несколько недель заранее Потому что они тоже Очень быстро заканчиваются Ну да Вообще, тут вот У этой части парка Ну, у многих других тоже Но и здесь особенно видно Они такие вот ярко-красные Это камни, которые окрашиваются Железом Многие столетия, тысячелетия Поэтому тут такая вот Красный пейзаж Такой характерный Для местных Местных парков Коротенький хайк До Skyline Arc Он коротенький И всего 300 метров примерно Так что Сейчас скоро Около него окажемся О, здесь пахнет Кстати, какими-то растениями Да, тут Как будто бы растут Можжевельники Сосны И пахнет вот такими Хвой Ну да Вот эти вот деревца Это, наверное, можжевельник Очень приятный запах Вот эти вот старые Не понимаю, как они вырастут На камнях Вообще Как они вырастают Посреди просто Ничего Но их, видимо, есть какой-то секрет Кстати, может возникнуть Такой резонный вопрос Как эти вообще арки появились Ну и ответ простой На самом деле Это вода И ветер В общем-то Характерный ответ Для всех вот этих каньонов Сначала Эти вот Массивы Каменные Вышли из-под земли Под действием каких-то сил А потом начали Оттесываться Из-за эрозии Из-за эрозии Ветреной И водяной И потом Вот эти арки Соответственно Образовались Вот эти камни, кстати, внизу лежат Это, походу, бывшие куски от этой арки Которые откалываются Вот так вот постепенно За много тысяч Может, миллионов лет И вот так постепенно падают Падают То есть в какой-то момент арка Тоже это упадет Грустно, Антон Почему ты все время говоришь Про то, как арки упадут Камни упадут Ты такой пессимист Хотя, по-моему, про падающие камни Я сама говорила По-моему, да Ну ты вначале же говорила Что около 40 арок Да, уже разрушилось За последние годы Очень грустно Но их целых Но написано Что новые тоже образовываются И, кстати, они В общем, формация Это начинает считаться аркой Как только ее раскрытие Составляет более трех футов Как написано В информационной маршуре Три фута Это метр И арки в этом парке Очень разные Вот самые маленькие Примерно метр Самые большие Вот такие вот Там я даже не знаю Сколько Несколько десятков метров Еще одна тропа На сегодня Это Сент-Дюн Аркч Трейл Она небольшая Но тоже должна быть Довольно красивая Сейчас подойдем Из этой же точки Отходит тропа До более дальних арок Которые называются Брокен Арк И Тепестри Арк Но на них мы не пойдем Потому что это уже далековато Там Общий Круговой маршрут Будет примерно Три Что-то такое Вот три километра Поэтому мы ограничимся Только самой ближайшей Но Брокен Арк Мы возможно Увидим сейчас Издалека Поэтому Клайм глаза Тоже можно будет посмотреть А мы сейчас Идем вот сюда В ущелье Между вот этими скалами В описании В описании К этой арке Которая называется Сент-Дюн Было написано Что она Находится где-то Среди скал Вот скалы мы уже видим Ага И вот Указатель Сент-Дюн Арк тоже здесь Куда-то надо Туда заходить Вот в ущелье Тут есть очень узенький проход Туда Можно постараться Втиснуться Да Тут прям Супер-супер узко Очень интересно Что здесь под ногами Прям песок То есть это уже Не каменная почва А такая прям Прям красный песок Как на пляже По песку Програлись Для этой Сент-Арт Такая маленькая Миниатюрная Но Классная Она расположена В таком вот Узком-узком каньоне С узкими стенами Она прям Как будто спрятана Когда шли Я такая Ну где арка? Где арка? Должна быть уже арка Ее нет Потому что к ней Подход как бы сбоку Ее не видно До самого Момента пока Прямо напротив нее Не встанешь А еще кстати Из-за песка Прям радуюсь Что я сегодня Решила пойти В ботинках Хотя сомневалась Думала Ну жарко Ногам будет Может кроссовки Но у меня Все-таки хорошо Что в ботинках Иначе кроссовки Были уже Полны песка Ну да Эта арка Видно Это такие Две арки Ну можно сказать Ближайшие Посмотрим Сколько у нас Получится По километражу Но должно быть Не очень Прям много Ну Погуляем здесь Здесь немножко Другой Такой Ландшафт Немножко Отличается Посмотрим Музыка Музыка Так Ну здесь Мы за 30 минут Прошли 1,6 километра Увидели Две арки И вот Заметно Что уже Садится Солнце И некоторые Участки Тропы Которые Пролегают Между вот этими Скалами Уже Находятся В тени Что конечно Делает Хайк Чуть-чуть Попроще Но в то же Время Напоминает Что уже Пора Заканчивать Свой день Ну наверное Мы будем Заканчивать С парком Арчес И этим Заканчивается День 9 Нашего путешествия Мы провели Тут примерно Наверное Пять с половиной Часов От пяти с половиной До шести Что конечно При такой жаре Это очень И очень сложно Еще осталось Очень много Конечно Арок Которые мы Не посмотрели До которых Можно было бы Дойти Но не в этот раз Ну да То есть Если туда приехать В какой-то межсезонье Когда здесь Там температура Может 20 градусов Ты можешь комфортно Там спокойно пройти Там 5-6 километров То при жаре Нам почти в 40 градусов Это конечно Невозможно Вот мы нашли Тенечек Чтобы постоять Вот даже поговорить Потому что на солнце Просто невозможно стоять Но вообще Мне очень понравилось Да Ну он такой Очень интересный Национальный парк Он ни на что Из того что мы видели Не похож Да Он уникальный Потому что тут нет Таких как бы каньонов Но тут есть вот это Много арок Много таких Отдельно стоящих структур И вот в этом Его уникальность Как раз и есть Поэтому сюда все едут И поэтому он такой популярный Ну что Спасибо что посмотрели Это видео Смотрите наше Путешествие дальше Или посмотрите Предыдущие Или посмотрите Предыдущие Если не смотрели Да И до скорых встреч Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok